Мила Венецианская, астролог Центра Лаборатория Жизни, два разных типажа с одинаковым успехом существуют в нашем мире и по идее не должны мешать друг другу. Так и есть, но лишь до тех пор, пока не начинают активно делиться опытом, давать рекомендации, сыпать экспертными советами, пытаться исправить другого. Находить точки соприкосновения и продуктивно общаться эти два типа все же могут. Однако в тот момент, когда люди разных типов пытаются выстроить близкие отношения, в которых каждый из партнеров входит в личные границы другого, могут предсказуемо возникнуть разнообразные противоречия. Как их принять и не позволить им разрушить отношения, которые действительно важны и нужны? Любой из нас обладает индивидуальным набором качеств и характеристик. При этом, если, руководствуясь ими, мужчина или женщина достигает определенного статуса или прочно держится за реальный мир, то такая стратегия и самим человеком, и окружающими считается успешной и достойной подражания. Назовем ее условно независимостью. Не сложно догадаться, что подобный образ устойчивого самостоятельного человека, как правило, приветствуется у мужчин. Он позволяет им двигаться к вершинам социума, достигать статусного положения и быть привлекательными для женщин. Женщины также могут делать выбор в пользу самодостаточного поведения, но успешным оно является в основном при достижении профессиональных высот. В семейной жизни или личных отношениях подобная тактика женщины. 1. Создает конкуренцию с мужчиной, если он привык быть самостоятельным. 2. Противоречит исторически сложившемуся распределению ролей в семье. 3. Может сделать мужчину более слабым, если женщина победила в конкурентной борьбе за ведущую роль. Либо приводит к тому, что женщина сразу выбирает зависимого мужчину. Астрологический подход, так же как и психологический, позволяет относить людей к определенному типу. Устойчивому, самодостаточному или неустойчивому, зависимому. В целом, проанализировав жизнь, можно понять, к какому именно типажу относится человек. Однако, если все сложно, то астрологический подход даст точный ответ. 4. Ищет поддержки от других, возможности вступать и образовывать союзы, от двух и более человек, вкладывать в общее дело свои знания, навыки, возможности, активность, финансы, материальные ресурсы и т. д. 5. Обязательной составной частью жизни будут разговоры, обсуждения, споры и совместно принятые решения. 6. Более эффективно действует в одиночку, принимает самостоятельные решения, опирается на себя, реализует задуманное собственными силами. Именно для них созданы лозунги «поверь в себя». Встречается еще и смешанный тип, преобладающий вариант собственной реализации может отличаться двойственностью, проявляющейся, по мнению астрологов, особенностью взаимодействия Солнца и Луны в гороскопе каждого конкретного человека. Принять самостоятельное решение и потом обсудить его с близкими, или затребовать идею и потом вместе ее воплощать в жизнь. Схемы различаются. Идеальный вариант, который снится большинству женщин и наполняет мечты юных барышень. Мужчина самостоятельный, а партнерша может расслабиться, войти в позицию ведомой. Если женщина действительно по своей природе зависимая, то такие отношения имеют перспективу долгих и счастливых. Оборотная сторона такого партнерства – утрата индивидуальности, особенно при отсутствии помощи со стороны мужчины. При этом самодостаточный мужчина чаще направляет внимание на свою реализацию, чем на поддержку партнерши, поскольку это полностью соответствует его сути и не является эгоизмом, как может начать казаться женщине со временем. Теперь рассмотрим наименее перспективный со стороны успешного партнерского взаимодействия вариант. У такой пары может быть два вектора развития. Женщина идет в собственную реализацию в социуме. В паре берет инициативу на себя, принимает решение, а мужчина ее поддерживает и совместно с партнершей делает все необходимое для их союза. Женщина решает играть по правилам, свойственным классическому идеальному варианту, и берет на себя роль домохозяйки или серого кардинала в паре. Поскольку партнеры все равно будут жить в соответствии со своими внутренними характеристиками, женщина останется в руководящей позиции, а мужчина – в ведомой. Партнерша будет любыми способами стимулировать мужчину на социальные достижения, больше заработок, принятие самостоятельных решений. В ожидании инициативы от мужчины она может прожить много лет, пока не разберется, сама или с помощью специалистов, что он не способен занимать такую позицию просто в силу своего характера. Для партнера такие требования от женщины, которым он не сможет сопротивляться и будет выполнять, обернуться истощением и потерей сил, в лучшем случае, в худшем, приведут к депрессии или болезни. Он фактически будет проживать жизнь за себя и за свою партнершу и расходовать ресурс в более ускоренном темпе, чем было задумано при его рождении. Для таких пар совет такой, женщина должна реализовать свой потенциал сама, а не заставлять мужчину действовать в рамках ее амбиций. Кризис в любой паре наступает, как правило, в случае неверной оценки характера и наклонностей каждого из партнеров. Любой вид взаимодействия, будь то пара, состоящая из партнеров противоположного типажа, или союз людей с одноименным типом устойчивости, зависимости, имеет право на существование и возможность гармоничных и счастливых отношений. Важны в первую очередь правда и объективная оценка, кто к какому типу принадлежит. Не помешает отсутствие розовых очков и мыслей о том, что со временем все может измениться в другую сторону, и чудесным образом жизнь наладится. Отношения строятся при обоюдном вложении сил и эмоций и при настоящем желании быть вместе. Именно это связывает двух разных людей с индивидуальными особенностями и позволяет создавать крепкие пары на долгую перспективу. Продолжение следует...